Я, как сказал Бунин, я же не червонец, чтобы всем нравиться. Но если по ощущениям не любят, то за что? Ну, вы знаете, вообще очень интересная вещь. Меня очень не воспринимают люди, которые серые, сами по себе, и у них нет желания развиваться. Это раз. Я это очень сильно обращал внимание. Но это я говорю сейчас об артистической жизни. Меня очень многие не любили за очень злой язык мой. У меня очень бритва. И я даже сам боюсь очень часто пошутить. Я сознательно не хожу на некоторые премьеры или не хожу на какие-то события, потому что я знаю, что я пошучу, и это принесет, как правило, много-много неприятностей. Мои клички, если я дал ее, если я там в шутку вот так бросил, приклеиваются навсегда. Человек не отмоется. Никогда. Потому как бы я знаю за собой, я сам этого очень сильно опасаюсь. Но это касалось и меня. Я и про себя говорил очень часто. То, что потом тоже улетало в народ. Потом, что еще, знаете, очень не любят за яркость. Очень многие не любят за яркость. Ну, что я могу сделать, что я с детства был такой вот как бы подвижный ребенок. Очень как бы я учился прилично. Я хотел первый ответить. Я не... Знаете, очень удивительная вещь. Я же домашний, я дома вырос. Я детей видел редко. Я в детский садик пошел только вот накануне школы. Меня отдали, чтобы я научился с детьми как-то коммуницировать. Я все время был один. И, конечно, мама сделала нехорошую вещь. Меня очень сильно, ну, как сказать так, развили. Мне очень много всего показали до школы. Я мог рассказать многие вещи. И мне, видимо, хотелось поделиться информацией. И когда что-то спрашивали, я прямо тряс этой рукой, потому что я всегда знал ответ. Я мог рассказать. А это раздражало, очень сильно раздражало. Я свои характеристики школьные прочитал, но когда я еще совсем маленький был, это до хореографического училища, любит поучать. И мне стало так смешно, потому что, видимо, мое вот это, что я хотел объяснить, знаете, еще когда дети очень быстро соображают, да? Их раздражают те, кто соображает медленно. Вот они меня очень сильно раздражали. И я сразу хотел научить чему-то. А педагогу это не нравилось, потому что, видимо, у меня от природы есть педагогические качества очень сильные. Ну, сейчас мы узнаем, что они очень сильные. У меня бревно начинает двигаться. Но я, видимо, в детстве это проявляется. Ведь, понимаете, очень хорошо сказал Ролан Петти когда-то. И это идет про любую профессию, на самом деле. Он сказал в хореографах, что если человек не ставит в 5 лет, нельзя начать в 40. Это глупость. Вообще, на самом деле, профессия проявляется в детстве. Да, я когда читал стишок, или я начинал там танцевать, или там, ну, что-то представлять ребенком, никто же не знал, что я артистом буду. Конечно, я выделялся из всех. Плюс еще эта фигурка, которая, ну, она, конечно, очень сильно выделялась. И за это ненавидят миллионы. Пример, который вы привели, то, что вы воспитывались, то, что сейчас называется на удаленке. Сейчас многие говорят, что если дети не будут в коллективе учиться и расти до школы, то они какими-то будут дефектными. Ваш пример как бы опровергает эту тезис, что можно было без общения. Ну, удаленка какая была? У меня же не виртуальное было общение. У меня было... Ваш никакого не было? Вы же сказали, что вы учились. У меня было в основном общение с... Просто как получалось? Я выходил гулять, детей не было. Когда меня уже звали домой, дети приходили из детского садика, ну, мало кого выпускали. Я видел их не так часто, как бы, да? Потому что в основном все, кто жил в нашем дворе, они ходили в детский садик. Ну, я с ними дружил, просто мы пересекались не так часто, как бы мне хотелось, может быть, в детстве. Но что было... Я со взрослыми очень много общался. Почему мне всегда интереснее люди старше меня, они больше знают. Во-первых, у них можно учиться, с ними интересно. У меня нет... Вы знаете, вот когда вот возрастной... Вот что вот... Мне стыдно спросить или стыдно сказать, что я не знаю. У меня такого...